Значит, мы начинаем разговор о таинствах. Но не о богослужении таинства, как это выглядит, а о сущности и о том, как это относится к каждому человеку. Участвует ли он в таинстве или нет. И первое, с чего обычно начинают, это таинство крещения, вроде как вход в церковь. А у нас сегодня не о таинстве крещения, а совсем о другом. О таинстве нчанин, о таинстве семьи, которая называется. Почему? Потому что вот так меня размыслилось, смотрите. Значит, мы говорим, что в крещении человек входит в церковь. А что такое церковь-то вообще-то? Надо, может быть, сначала про это сказать, про общину, про церковную жизнь какую-то немножко. Вот этот вопрос осветить. И здесь, конечно, никак не обойтись без семейного таинства. Значит, вообще таинство, любое таинственное дело, это что-то, что совершается невидимо. Так ведь? И, допустим, в тайне, когда мы говорим, это тоже невидимо. Но только тайные дела, это могут быть и хорошие, и плохие. Тайные, может быть, преступление тайное какое-нибудь. Тайное, может быть, вот сейчас появилась такая мода подарки друг другу тайно дарить. Неплохое дело, хорошее, но тоже тайное. То есть слово тайное, оно такое нейтральное, а вот таинство, когда говорится, обычно подразумевается таинственное, значит, какое-то положительное такое. Не таинственное, да? Таинственное – это какой-то загадочный такой, не очень понятный, да? Волшебный какой-нибудь, таинственный лес, таинственный знакомец какой-нибудь. А таинственный – это значит тот, в котором, вот традиционно так, такое понимание это слово, это тот, что-то, в чем действует Господь Бог. И это тоже носит на себе характер тайны некоторые, потому что, ну, раз Бог действует, значит, не все, что совершается, может быть человеком постигнут. Ну, потому что Бог не ограничен, всемогущий, и свойства Его все, они такие, которые не имеют границ. А человек, наоборот, ограничен. И поэтому даже воспринять действие Божие мы можем только отчасти, то есть немножко, как бы кусочек посмотреть только на Него приоткрыто, насколько это возможно человеку. Даже хотя бы он был и замечательный, святой, чистый человек, который по слову Евангелия Бога узрит, да, помните? Чистое сердце Богом узрит. Но даже это зрение Бога, оно все равно только отчасти, то есть оно неполное, невозможно увидеть полностью Бога. Значит, и действие тоже человеку открыто отчасти, но не в полноте. И это относится к любому таинству. Ну, и второй аспект, тоже таинственный получается. Когда мы говорим о таинствах церковных, о таинствах действий Бога для человека, это значит, что происходит воздействие, это ведь в первую очередь на невидимую часть человека, да, на Дух ему, на Душу. Значит, и раз это невидимо глазами, то тоже это не всегда возможно воспринять так запросто, потому что человек иной раз даже не привык к мысли, что у него Душа-то есть. Вроде она существует где-то у него, он, наверное, даже иногда про нее вспоминает, что она есть, но не привык чувствовать, ощущать, анализировать, смотреть на себя, как на существо духовное. А раз так, значит, и действия духовные, они для него бывают не в полноте тоже открыты. Хотя бы даже в нем это происходило что-то, а он не все видит. И свойственно видит. Да, ну не привык просто к этому. Даже и для привыкшего человека тоже бывает не все ясно, потому что, скажем, вот представьте себе, вы с кем-нибудь поссорились, потом помирились. И человек говорит, мне так хорошо стало, а что это значит хорошо, то, что он примирился. То есть он описать это как-то подробно не может как бы в глубину залезть вот этого. Просто хорошо и все, да. Вот он понял, что тяжесть с него есть там какая-то, да, что вот это вот отношения какие-то были неправильные, они стали правильные. Но вот даже словами рассказать, как он там себя чувствует, он не может, потому что он видит только части, поверхность получается. Даже того, что в нем происходит. И вот в этом смысле таинственно это прямо подходящее слово. Во-первых, Бог действует, значит, это значит не все открыто. А во-вторых, а во-вторых, человек не привык к этому. И значит, тоже это таинственно, то есть тайна происходит в нем. Ну так вот, это обо всех таинствах. И вот с одной стороны, дело невидимое, не совсем понятное. Но с другой стороны, раз Бог действует, значит, это все правильно и хорошо. Значит, нам надо было к этому как-то вот приближаться, изучать это, да, понимать. Насколько мы можем, конечно. Почему же все-таки о таинстве сегодня мы говорим семьи? В это слово, таинство семьи, вкладывается и венчание, как таинство церковное, да, и то дело, которое начинается венчанием или продолжается. Вот венчание, если говорить о нем как о акте, каком-то моменте, да, то оно должно предваряться подготовкой, так, и продолжаться тем, что за ним происходит. Люди венчались, и все, и все кончилось. Так ведь не происходит, верно? Наоборот, венчались, и что-то началось. Началась освященная семья, началось их бытие вот в этом вот состоянии. Не просто брачном, а еще и освященном. И вот это вот состояние, которое одним словом можно много описывать, а можно одним словом сказать. Состояние семьи, вот с него бы надо начать разговор. Ну, с него и начинаем. И смотрите, здесь вот такая хорошая есть как бы параллель, что ли. Таинство, в котором участвуют люди, которых в супружество вступает, то есть венчание, и семья, которая не из двух человек состоит, а из многих. Семья церковная, или по-другому она называется община. Это же тоже семья, верно? Обратите внимание, что и то, и другое совершается, и целью имеет для того, чтобы человеку спасаться. То есть человек в церковь входит, и в церкви действует, живет для чего? Чтобы спасаться. Правильно? И в семью он зачем вступает? Вот имеется в виду не брак гражданский, который регистрируется, а именно венчание. Вот зачем венчание человеку? Ну, без венчания тоже за этим же получается, тоже спасаться вместе, да? Выходит, что и там семья, и тут семья. То есть, вообще-то это одно и то же выходит такое, да? И даже одним словом называется церковная семья, или про людей, которые в храм ходят и пытаются над собой работать, тоже про них говорят, что это семья церковная, это семья воцерковленная, да? Даже слова одни и те же используются, получается. То есть, община и семья, это вообще, получается, две одинаковых вещи. Ну, как бы не совсем одинаковых, аналогичных. И, конечно, есть и отличия, потому что в семью входит не так много человек, как могут входить в общину, скажем. Вот. Вступление в общину, оно не знаменуется каким-то особенным внешним делом, да? Таким обрядом каким-то, а венчание все-таки совершается и внешне тоже. Но, с другой стороны, скажем, община, которая церковная, она более-менее, так сказать, самостоятельная. То есть, она, конечно, входит и в другие тоже части. В этом смысле она тоже, как бы, не имеет четких границ. Вот смотрите, есть община, которая, значит, в один храм ходят люди, они общаются, у них общее дело, общая литургия, общие какие-то прочие дела. Они друг друга, наверное, может быть, знают даже, вместе молятся. Вот их самое главное дело. И они вместе приобщаются к Христу. То есть, вот такое у них общение, и поэтому это называется общиной. Но, с другой стороны, вернее, не с другой стороны, а есть и более крупная община. Назовем ее, скажем, сообщество всех верующих, которые живут на данной территории. Например, в епархии. Епархия в переводе на русский язык означает область. Область – это тоже церковная семья, но только большая. Очень. И люди там уже не так хорошо, может быть, друг друга знают, но все-таки собрались опять ради того же самого. Ради общения. Ради общения со Христом и ради спасения вместе. А если еще покрупнее взять, то получится, что мы входим все в большую еще семью, которая называется, в нашем случае называется, русско-православная церковь. Она получается еще больше. И тоже семья, и тоже ради этого собрались. Возьмем еще больший масштаб. Русско-православная церковь не единственная в мире, которая служит для спасения людей. Все вместе вот такие поместные церкви, они образуют общую такую церковь, которая во всем мире существует. И в нее может больше семей таких церковных входить или меньше. Но все-таки это вот всех-всех-всех-всех людей объединяет. И это еще не все. Потому что кроме церкви воинствующей, которая сейчас состоит из людей живущих, и глава которой Господь Бог, в церковь входят еще и те люди, которые в прежнее время жили, в других церквах были православных, и небожители, и ангелы. То есть это все еще большее такое получается объединение. А начинается все с маленькой вот этой крупинки, которая и есть семья. И все оно одно другому аналогично. Вот чтобы это, мне кажется, очень интересное дело. И что интересно, это не единственное явление в природе, которое само себе аналогично. Вот так отступлю немножко. Есть такая штука, которая называется умным словом. А если не умное слово, а простое, то я могу воспользоваться примером снежинки. Если я тут и вам нарисую эту снежинку. Как я нарисую снежинку. Я возьму не все снежинки в мире, а одну единственную. Я ее буду рисовать так. Возьму палочку. Вот палочка. И к ней приделаю две галочки. Одна галочка такая. И с другой стороны еще галочка. Шестиконечная снежинка. С точки зрения симметрии это нормально. Лед замерзает. Одна из модификаций льда, скажу вам по секрету. Гексагональная. То есть шестиконечная. Поэтому это реальная снежинка. Она такая может быть. Но на самом деле мы же такую не видим. А мы какую видим? У нее на каждой палочке вот такой. Я возьму палочку опять. Теперь на эту палочку повешу опять. На одну. Вот на одну. Ну и на другую могу повесить. На эту повешу. На всех не буду рисовать. Нет. На всех нарисую. Это же быстро. То есть я на все палочки опять навесил галочки. Да. Ну и каждый из этих палочек. Я же на нее тоже могу. Еще по галочке. Под палочкой. Вот именно. Как рисовать снежинку? И на каждую маленькую я еще могу. Ну если посмотреть на снежиночку. Вчера вот как раз кстати пушистый снег был. Да. Ну можно еще соскрести где-нибудь. Но там будет много снежиночек. А так вот если села на руку. Представляете. И можно ее рассмотреть. Или под лупой. Не всегда получится конечно такая прям. У меня прям геометрически правильная. Потому что мне такую легко рисовать. Я настоящую рисовать не умею. Это вот. Что-нибудь у нас с художественным мастерством. Если есть вот тут. То есть настоящее рисует. Это как бы математическая снежинка. Но похожая на настоящую. Такая получилась. Если мы ее мельчить. Мельчить, мельчить, мельчить. Можем измельчим. И она будет совсем похожа. Из маленьких, маленьких вот этих пушинок состоят. Но каждая из этих пушинок. Она как бы сделана. Так же как и большая. То есть палочка и две галочки. И на каждой палочке опять две галочки. И на каждой из тех галочек. Которые на этой палочке тоже под две галочки. То есть получается она сама себе подобна. Каждый ее маленький кусочек, он вроде бы такой же, как вот эта вся большая снежинка. Она же такая осталась, как была палочка и две галочки. Ну только галочки такие, попушистее стали немножко. А вообще-то по существу структура это та же самая. Так я к чему этот пример привел? Это же природные вещи, ну и кроме снежинок много всяких других бывает природных вещей, которые сами себе подобны. Для них даже вот это умное слово придумано, фрактал, да? И всякие разные штуки, там его и как-то изучают и что-то с ним делают. Но нам сейчас это неважно. Главное, что это естественно, то есть так бывает в природе. В природе такие вещи встречаются. А для чего они встречаются? Чтобы мы лучше поняли, что такое семья, представляете? Потому что семья вот она такая штука, самоподобная. Одна большая семья церковная, она состоит из частей, которые подобны этой большой семье. Внутри она такая же, как и снаружи получается. И самое единственное отличие от снежинки, кстати у снежинки тоже сама маленькая какая-то часть, есть какая-то иголочка, которая уже там, у нее ничего не наросло. Так вот, самая маленькая часть церковной семьи, это семья оцерковленная, церковная, но, как мы называем, обычная, просто семья, то есть это минимальная такая единица, которая сама по себе, раз она подобно, подобие большой семьи, должна быть такая же точно, как и эта большая семья. Значит у нее, например, глава большой семьи кто? Бог. Патриарх. Патриарх. Господь Иисус Христос, да, глава общины, глава всей церкви. Значит их главе семьи кто? Бог. Бог. Так, это наше предположение, проверим его, в Священном Писании вспомните, как апостол Павел говорит, мужу глава, жене глава муж, а мужу глава? Бог. Христос, да, то есть глава Бог, все точно так же, да? Прямо говорит, что так она и устроена, и община большая устроена должна быть так же, как и маленькая община. И, а дальше вспомните, это даже напоминается на таинстве венчания, апостол Павел опять же говорит, какое отношение, ну, понятно, глава, а отношение у мужа к семье какое должно быть, такое же, как у кого? У Бога к нам. У Христа и церкви, да? То есть Бог, как глава церкви, к церкви относится как? Питает ее и? Воспитывает. Ну, питает, любит, да, заботится. Ну, любит, да? Господь любит церковь, Господь заботится о ней. Он вообще ее устраивает, вот эту самую церковь, да? Получается, в семье тоже так должно быть. То есть, таинственно, получается, Бог заботится о церкви, а человек, муж заботится о семье, ну, глава, заботится о семье. То есть, вот можно прямо понимать, как церковь должна устроена, и раз, и переносите в семье, вот бы как хорошо было. А в таинстве происходит, представляете, соединение такое. То есть, если я возьму от этой снежинки, отколю кусочек, и возьму его отдельно, буду смотреть на него, то у меня это, ну, я потеряю аналогию, да, видите, я как бы не буду видеть вот эту общность большого и маленького, да, частность и большая, она будет отдельно, отдельная снежинка, отдельный кусок от нее, а я как будто всю остальную снежинку не вижу. Вот так же и получается, и семья не венчанная, она есть. Муж, жена, могут дети даже быть, да, в семье, все нормально, все друг друга стараются. Что делать? Любить. Любить. Точно любить? Терпеть. Молодец. Сначала терпеть, а потом, если получится, то любить. Ну, да, пытаются терпеть, любить, да. Надо вместе жить как-то, друг другу помогать и все прочее. Но про спасение может не быть речь, да, в семье. Ну, такое бывает же. Вот, и когда совершается венчание, то семья как-бы присоединяется к церкви, как будто бы она была отдельным вот этим кусочком, и тут ее приделали к общей большой семье. И она теперь вот с этого только момента становится аналогией большой снежинки. Раньше она была сама по себе, никакой снежинки не было, просто палки. А теперь эти палки соединились и к большой семье присоединились в момент какой-то, в момент вот этого таинства. Как это происходит? Внешне ничего не поменялось. Как был мужик бородатый или безбородый, так и остался. Как была там глупчивая красавица с волнующимся взглядом в преддомарочном состоянии. Так и осталось после венчания тоже в преддомарочном состоянии. Никто же волнуется, потому что все нормально, все как было, так и осталось. Как были дети, которые кругом бегали-бегали-бегали, до венчания бегали, во временчания бегали, и после венчания продолжают бегать. Только у них орбита побольше становится, а потом вырастают и еще больше становится, и совсем далеко отбегают. Вроде бы внешне ничего не поменялось, но внутренне получается все вообще изменилось. То есть раньше смысл был в том, что мы просто люди, которые живут вместе, общаются, быть там у них, дети. Перечень всего, что обычный человек подразумевает под словом «семья». А теперь это еще и вместе спасение. Это значит еще и церковь. Она по этому так и называется, так? Малая церковь. Почему? Потому что она аналог стала с этого момента большой церковью. В большая церковь в нее много входит, а в малую чуть-чуть входит несколько человек. Что же это должно, значит, происходить в этой семье, которая малая церковь и что же они приобрели-то, если они соединились для того, чтобы вместе спасаться? Я по планчику. Забыл сказать, кстати, что все это соединение в семью, и в большую общину, и в маленькую семью, оно происходит произвольно. Произвольно. Невольником не может человек участвовать в семье, он не может невольно участвовать. Случайно так, да? Зашел на минуточку… Против своей воли тоже не пойдет, да? Формально это возможно, да? То есть, допустим, заставить кого-нибудь зарегистрировать брак можно. Или заключить фиктивный брак. Ну, который как бы… Мне он не нужен, ну ладно, раз тебе надо, там зачем-нибудь. Ну, пусть будет выгода какая-нибудь. А внутренне, таинственно – это вообще невозможно. То есть, таинственно невольно… Невольный таинственный брак не совершается. В общем, и невольное венчание тоже не совершается. А все равно спрашивают… Вот этого, которого ты сейчас здесь пред собой видишь… Таинство не совершается тогда. То есть, оно формально может быть и выглядит, да, как таинство. Но… Сести не будет. Бог-то животен не действует, да? То есть, вот это… Он как бы не прилепляет эти палочки к снежинке. Не становится этой семьей, получается. Хотя бы формальности все были выполнены. Таких, на самом деле, препятствий же много. Или лучше сказать, не препятствий, а состояний, в которых таинство признается несовершившимся. Вот именно тайно, да? Ну, некоторые… В некоторых случаях это становится ясно. Ну, это не всегда этапы, да? Например, скажем, человек, вступая в брак, обманул другого. Сказал, что он не в браке. Ни с кем. А у него там три жены, например. И это… То есть, формально таинство совершилось, как будто бы… Ну, не таинство, вернее, формально, обряд совершился. А действительно, Бог-то ведь знает и его состояние, и намерение, да? И этот обман тоже. И если это выясняется впоследствии, то именно таинство признается небывшим. То есть, он сказал… Да. Оно считается, что… Оно просто не совершилось. То есть, не то, чтобы оно отменяется. Оно не совершилось вообще. То есть, его не было, да. Это… Да. Как-то потусовались и сделали похожие движения какие-то, да? Движались. Да. Ну, понятно, что это не может быть без последствий, потому что… Представьте, мы собрались для того, чтобы имитировать богослужение, да? Ну, это же не богослужение, а… Как это называется? Ну, там театр, представление как-нибудь, еще чего-нибудь, да? И с точки зрения влияния на душу человека, который в этом участвует осознанно, когда он понимает, что он делает, да? Что он в этом театре участвует, это, конечно, тяжелое происшествие. Это повреждает его. Потому что он с Богом как бы играет в игрушки осознанно. Не как дитя, которое, скажем, не все понимает, но все-таки полноценно участвует, а уже как не дитя, которое все понимает и неполноценно участвует. То есть, касается, как бы дерзает имитировать благодать. Конечно, это тяжелое состояние неправильное. Как вы видите, опять многие молодежи крещённые, многие крещённые, они приходят и мчают, но модно живут. Сейчас, погодите, про это поговорим. Собудьте, не даромите. Тут план. Да, тут план. Ну так вот, что же такое спасаться? Значит, это соединение в семью, в венчании ли оно происходит или, как мы уже договорились, вообще не так может происходить. Не в венчании, а вообще не церковное. И первым делом мы говорим спасаться вместе. Это делается произвольно и, возможно, что интересно, потому что Христос, он для всех одинаковый. Он и для мужа такой, да, он его спасает, он жену спасает, он детей спасает и вообще не точно так же. Любого человека, опытного, более опытного, менее опытного, мощного такого духовно бойца, такого настоящего или такого ни рыба, ни мяса, такого слабенького, который что-то вот хочет, но ничего у него не получается. Вот он шаг сделал, потом два шага обратно отступил, вот такого вот, через пень колоду, который то хочет спасаться, то не хочет. Всех Христос спасает, получается. И вот эта всеобщность, она одинакова и для семьи, и для, опять, семьи церковной, большой общины. То есть я ничего хотел сказать-то. Христос для всех, всех спасает. Это очень тоже таинственно получается дело. То есть как это происходит? Не кто-то через кого-то, да. А Христос непосредственно действует на каждого человека. Вроде бы. Но с другой стороны, Он непосредственно действует тайно и всегда через другого явно. То есть Христос объединяет людей для чего? Почему? Это ведь Он установил и церковь, чтобы люди вместе объединялись, да. Он же не предлагает нам, я тебя отдельно спасу от всех. И другого еще отдельно спасу, и другого вот. У этих вот вип-места. А все прочие, они вот в церкви. Такого нет. Нет такой возможности. Христос церковь для всех установил. Это, с одной стороны, значит, что и Он действует для всех, но с другой стороны, значит, что нет такого человека, для которого бы Христос вне церкви действовал. То есть церковь, иначе говоря, это единственный путь к спасению. И для людей семейных тоже. То есть вне семьи, для семейных людей нет спасения. Это что значит? Давайте подумаем, пока размышляйте. Смотрите, для христиан вне общины нет спасения, да. То есть спасаются в общине. И для семейных людей вне семьи нет спасения. Это что значит? Ушел ты из семьи, хочешь спасаться из них. И никак не можешь. Не спасешься. То есть если уже ты вступил в семью, да, и в ней находишься… То есть это необратимое дело, да. Ты не можешь отдельно от своей семьи спасаться. Ты уже с ней вместе соединился, получается, да. С этой семьей. Если семья погибает, и ты от нее настаешься. Нет. Мы говорим не про физическую общность, да. Не то, что они в одном месте находятся. Они могут быть и в разных местах находиться люди, да. Да. Но имеется в виду, что они друг с другом связаны. И уже они независимы. Если один плох, а второй не может быть неплох. Не может… Мы сейчас говорим о венчанстве. Во венчанстве? Да. Во вступлении в семью. Ну, то есть венчанный брак – это то, что совершается для спасения, да? У гражданского брака для спасения так сильнее. А у него другая цель. У гражданского брака цель не знаю. Значит… Подождите, подождите. По плану. По плану. По плану. По плану сейчас. Вот он может и в плане, но я сейчас это… Сейчас вот… Вот именно сейчас я могу сбиться. Могу сбиться. Значит… Так… Что я хотел сказать-то? Вот сбился все-таки… Хотел сказать, что как именно человек вот в этом спасении участвует? Значит, это происходит не без других людей. То есть Бог объединил людей не просто так. Он ставит их вместе для того, чтобы через них действовать. Как это работает? В точности по заповеди, да? Апостол говорит… Ну, перефразирую немножко. Я в точности цитату сейчас могу не воспроизвести. Примерно так. Что тот, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, этот человек лжец. Потому что… И в этом человеке нет любви на самом деле. Потому что не может так быть, что он не любит того, которого видит… Человек вот… Я его вижу, потрогать даже некоторых, до кого дотянусь… А при этом Бога невидимого любит, да? Это невозможно. Потому что этот человек, вот он, вот его легче любить, потому что его видишь. Так вот, это же что? Это же закон получается духовный такой. И Бог, получается, воспитывает человека в любви и приводит его вот к этому самому спасению. А это получается же одно и то же, да? Спасение – это значит приобретение добродетелей, исправление души. И… А любовь – это совокупность всех добродетелей. Значит, человек, который воспитывается в любви, он приходит к спасению. Это одно и то же. Любить и спасаться – это одно и то же. Любить Бога и спасаться – это одно и то же. Но к этому надо двигаться, да, в этом направлении. А как? Оказывается, что начинается с того, что человек тренируется, так сказать, любить образ Божий, то есть ближнего. И опять, тут точно так же в церкви происходит вообще небольшой или маленькой, или очень большой, или очень маленькой, и в семье точно так же. И минимум, минимальное количество людей для этого это сколько? Двое. Ну, а если я тренируюсь, тогда для меня хотя бы один нужен, да? Ну, хотя бы один, на ком тренироваться? Собой еще один. Да, то есть для каждого нужен напарник. Парник. Да. Поэтому, получается, семья – это такой минимум, где можно увидеть в другом образ Божий, потренироваться на нем, этот образ любить, и научиться, ну, если тренироваться – это такое слово. Это когда я умею, да, и мне просто нужно навык приобрести. А я совсем не умею. Мне нужно сначала научиться. Вот. То есть Бог действует в церкви, собирает людей в церковь и в семью для того, чтобы они в этой самой семье учились друг на друге любить Бога. Вдруг об друга. Вдруг об друга. Вдруг об друга. Вдруг об друга. Любить Бога. Да. И для этого минимум – это супруг. Поэтому, в этом смысле, семья – это уже полноценная община. Представим себе такую интересную ситуацию. Представим. Вдруг так, в результате какого-нибудь катаклизма или чего-нибудь, супруги оказались где-нибудь, так сказать, на Сеопейской планете, на другой вообще системе. И там больше нет людей никаких. И неизвестно, что с Землей. Может, она вообще уже закончила свою бытие, да, и все там. Солнце поглотило, сгорело все. И вот они двое остались. И эти двое, супруги, да, если они супруги, они уже образуют церковь, получается. Представляете? Полноценную. Потому что у них есть кого любить. Так. У них есть точно такое же устройство, такое же. Глава у них кто? У венчанных супругов. Как мы договорились, Христос, да. Все. То есть, есть люди, есть, на ком тренироваться, есть Христос между ними. Как он говорит, где двое или трое. По имени моего. То есть, он действует. Хотя бы даже они на какой-нибудь Кассиопее были, там, или еще где-нибудь подальше, не знаю, как более далекий созвездный. Хоть где, да. И даже если других людей вообще нет на ком тренироваться. А вот если человек один, то эти законы не работают. Двое или трое нету, да. Неизвестно. Христос ли действует рядом с тобой и в тебе, или нет. То есть, ну, должны быть такие сомнения у человека, да, когда он сам по себе. Если, ну, если много, все понятно. То есть, если больше двух, все. Там точно все так же. Но минимум, это вот хотя бы два. Поэтому семья, я к чему подчеркиваю ее значимость. Это минимально полноценная единица. То есть, семьи достаточно, чтобы спастись. Для этого не нужно совершать для спасения какие-то особенные сверхподвиги. Это вот про то, что Владислав сейчас подсказал, да. Что человек вне семьи не спасается. То есть, такой, жил-жил, потом решил. Чего-то я тут вот подвигов никаких не совершаю. Пойду-ка я спасаться. И пошел там сирот по помойкам собирать, помогать, кормить их, лечить там, поить. Он молодец вроде, с одной стороны. Но он же не в церкви это получается делает. Он не в своей семье это делает, да. Значит, спасается. То есть, семья это, с одной стороны, достаточная вещь. Для спасения хотя бы двое уже достаточно. А с другой стороны, для человека, который в нее вступил, необходимое представляется. То есть, без нее никак. Так, вот это общность. Тут сразу должны люди советского воспитания вспомнить, там пионеры, октябряты, все строим, ходим и все одинаковые. Так ли в церкви? Так ли в семье? Не может так быть ни в семье, ни в церкви, да. Про церковь нам прямо говорит апостол, что служения различные, не все, говорит пророки, не все апостолы, не все проповедники разные. У каждого свое в церкви служение, свое в церкви место. Раз церковь это и семья это одно и то же, да, у нас. То есть, это маленькая часть аналогичная такая. А то и в семье тоже. Не все могут быть, и даже не все должны быть одинаковыми. И дети все, хотя у них вроде название такое «дети», да. Но они же все разные. Это дитё номер один, это дитё номер два. Но их обычно не… Все в своем названии. Да. Их, правда, не нумеруют обычно, а наименовывают. Но даже если бы они по номерам были, все равно бы были разные номера, да. То есть, их не перепутаешь. То есть, разные. Потому что я про супругов тем более не говорю. Они уж точно, каждый должен быть на своем месте. То есть, получается, что это общение и обобщение, и общее дело, оно не означает, что все делают одно и то же. То есть, общее, но не одно и то же. Как интересно, да. То есть, вот это таинственное соединение не стирает людей и не делает их безличными. Все остаются уникальными. И в семье тоже, и в супруге остаются мама, папа, сыночек, там дочка. Каждый уникальный. Это же хорошо. То есть, опять, как это происходит, непонятно. Вот представьте себе, мы должны взять какой-то предмет, да. Вот он целый. Вот, чтобы его в другой предмет поместить, мне нужно либо тот другой изменить как-то. Ну там, вот в столе надо сделать углубление, чтобы туда маркер засходил, да. Либо этот как-то повредить. То есть, вот если я его расплющу, он тоже у меня на стол легко ляжет, как листочек. И не так-то просто, а может даже и невозможно сделать так, чтобы два предмета соединились не меняясь и стали при этом одним целым. Вот колпачок вроде бы соединяется с маркером не меняясь, да. Ну, он же не одно целое с маркером. Он как-то, как бы, сам по себе вроде как получается, да. То есть, он не совсем одно целое. Колпачок можно на другой маркер надеть. Да, колпачок можно на другой маркер, в конце концов, надеть. Точно. Это маркер без столбочка. Да, и маркер без столбочка будет работать тоже. То есть, а в семье получается удивительно происходит. И каждый сам по себе, в том смысле, что личность, индивидуальность, свойства свои, качества свои, характер свой там. Я уж про внешность не говорю. Мальчики с девочками немножко отличаются. И папа с мамой, конечно, тоже, естественно. Вот. И по свойствам своим, по всем, по всем, по разным параметрам. Все разное. При том они соединяются и одно целое образование. Удивительно. Это я к чему? К тому, что в семье получается, хотя все делают в целом, к одному стремятся, но каждый совершает свое. Как это можно назвать? Свое служение. Вот мы, современные опять же люди, мы привыкли к таким словам, что у кого какая роль, да? Опять театр какой-то. С точки зрения вот церкви, это же не роль. Да. Роль – это я перевоплотился на себя настоящего. На предназначение. Ну да. Или, как это назвать, служение, да? Скорее, вот так вот. На себя настоящего, если я в роли. Я надел маску какую-нибудь, ну или лицо там поменял, или прям реально маску надел, костюм какой-то. И внутри я какой-то, а с ножом я совсем не такой, какой я внутри. И вот здесь вот как бы разрыв есть, да? И если человек берет на себя роль, он на самом деле может испытывать и дискомфункцию. Ну представьте себе, нас поставили с вами на самом деле в театр какой-нибудь, и мы играем с вами зверюшек. Вот все мы, кто здесь собрались, вот тут вдруг так паучу, и в детском каком-нибудь там спектакле мы играем зверюшек. Вроде хорошее дело, неплохое, но если я вынужден играть, например, кого бы я играл-то там, комара какого-нибудь, или голубка, мне было бы не очень комфортно. А если бы я играл комариху или голубиху, наверное, еще труднее бы. Мне было бы вжиться, так сказать, в роль. То есть это может быть противоречие между тем, что внешне я из себя строю, и то, что я внутри себя представляю. Потому что роль. А в семье должны-то быть не роли, не маски такие, а служение. То есть человек остается сам собой, какой он и был. Он и тут Костя, и там Костя, и на работе он должен быть Костя, и в семье он Костя, и везде он Костя. Ну я Костя просто имя вспомнил, я не какого-то конкретного Костя. И это вообще невозможна роль. У него это скорее не роль, которую он на себя нацепил, а место, на которое он встал. Если он уйдет с этого места, то другой человек не может. И он в другом месте не будет совсем подходить под это место. И на это место другой-то никто не подойдет. Не может быть поэтому в семье, скажем, двух пап, потому что Богом предусмотрен один. Или двух мам, понятное дело, не может быть. Или трех, или четырех, или восьми. То есть не может быть такого взаимозаменяемости. То есть заменить можно попробовать, но не подойдет точно. То есть будет не совсем точно. И я хотел сказать, что сохраняется вот эта индивидуальность. То есть когда не роль нацепляет, а остается самим собой, но при этом совершает служение или службу в семье. Так же, как и община, в нее все входящие в общину церковную, они тоже, каждый совершает свою службу. При этом никуда не девается индивидуальная особенность человека. Вот мы с вами, давайте теперь не будем роль играть, а будем службу совершать, но одну на всех. Да? И скажем, мы взялись с вами, у нас пусть будет служба какая? Служение какое? Мы, например, украшаем храм, как в общем не так давно их было, да и многие участвовали как раз в этом. И одни и те же шарики, одни и те же веточки, одни и те же мишуринки или как они там называются, дождинки одинаковые. Но люди-то ведь все разные, и они с ними имеют дело разное. И одно и то же дело, одна и та же служба совершается совсем по-разному. Потому что личность. Потому что этому кажется, что здесь нужно симметрично, чтобы было вот так вот. Чтобы гексагональная симметрия была, а другому кажется, нет гексагональная не подойдет, только артрамбическая. Или еще какая-нибудь там. Или вообще пусть будет несимметрично, да, без отражения там. И кажется, надо творчески подойти, чтобы снежинки были как будто их метель уносит. И вот одна стена у нас с метелью, а другая у нас стена мексагональная, такая вся симметричная. И то хорошо, и это хорошо. Снежинки-то одни и те же, и дело одно и то же. Люди разные, получается. Точно так получается в семье. Вроде называются и там папа, и тут папа, и тут папа, и тут папа. Ну папа-то все разные, так ведь. И одного с другим ворвы-ка поменяй. Он уже какой-то не папа будет, а кто-нибудь другой, наверное. А как это относится к нашему разговору? Потому что это же тоже таинство. То есть человек, не теряя своего лица, своей личности, своих особенностей, он в полноте, полностью, целиком, без остатка входит в семью. Не куском каким-то, что он здесь вот часть в семье, а часть у него не в семье. Это знаете, как интересно? Это очень непросто, особенно, скажем, жене воспринимать. С мужчинами почему-то как-то проще в этом смысле. Оказывается, что муж, когда пошел на работу на завод, ведь он никуда из семьи не ушел. И вот это его, не знаю, что он там делает, железки на станке с программным управлением вытачивает, например. Или в бухгалтерии, допустим. Или менеджер эти железки продает. И это тоже его делает, как бы получается, семейное. Потому что он же непрерывно в семье. Не бывает, что он пережил. Значит, сегодня у меня не семейный день. Сегодня я, значит, на работе. А вот воскресенье, значит, у меня семейный день. Такого он не может быть. То есть он непрерывно. Он всегда там муж, отец. Может он дед быть там или хорошо, если еще и прадед. Замечательно. Вот. То есть, получается, он целиком, все его свойства, все качества, все его устремления, все его дела, они все семейные. Представляете? Давайте по-другому скажу. Вот таинственно, вот в таком вот душевном смысле, у семьи ведь тоже нет границ. Она не кончается где-то. То есть шли-шли, раз, тут все. Гоняц. Тут семья, которая кончилась. Она как бы разливается на всю жизнь человека, который в семью входит. Везде она у него семейная. Даже если он оказался вдруг в больнице, там, в другом городе на месяц на целый один. Или уехал куда-то в командировку на вахту. Он же все равно семейный человек. Семейный. Да, на Кассиопе уехал в командировку на 150 лет. Да. И неизвестно, вернется или нет. Но он туда поехал целиком, полностью таким же папой, супругом, дедом и так далее, всем прочим. То есть ничего не изменилось. И даже если он вдруг в какой-то момент не думает прямо напряженно так, так, у меня есть дети. Они у меня какие там. И начинать что-нибудь про них вспоминать. Ну, не всегда же так бывает. Или представьте, вот про детей, ну, у кого-то может не быть таких воспоминаний, или сейчас детей нет. Но у мамы-то у всех есть. И папы, да ведь? Есть люди, которые без мамы? Таких нет. Да, если мама даже и умерла, или далеко находится, все равно, все равно она есть. Так вот представьте, нужно ли напрягаться и вспоминать, что у меня есть мама? То есть человек же не думает про это все время. Он просто так живет, у него она всегда есть. Он не думает про нее все время, но он все время там сын или дочь своих родителей, верно? Точно так же он супруг или супруга всегда. Вот я это имел в виду, говоря, что у семьи нет вот этих вот четких границ, что раз и вот здесь семья кончилась. Из-за этой границы семьи нет. Так вот, давайте итог такой я подведу вот этому плану. Вот уже он все закончился. Что я хотел больше всего-то сказать, что семья – это таинственное дело. И у него, как у таинства, все свойства таинственные. Во-первых, это церковность семья. Во-вторых, это ее вот эта вот аналогичность, что она сама себе подобна, она минимум вот этой вот церкви, минимум общины уже составляет сама по себе. И в-третьих, что у нее каждый человек, входящий, он входит в нее полностью, без частей, без каких-то целиком в семье. Там, как тиширский кот, да, что улыбка тут, а он там, где-то там, целиком. А границу самой семьи, вот четких таких духовных нет, она безгранична, на всю жизнь человека разбивается. Все? Вот теперь вопросы. Ну вот, по-последним, по-последним, по-другому. А мне сейчас по-последним, по-другому.